В нашем примере есть специальные плитки. Bootstrap 4 они называют теперь карт, то есть карты. Давайте перейдем на официальный сайт Bootstrap 4, getbootstrap.com. Для начала давайте установим сам Bootstrap, нашу верстку, то есть нажмите Get Started. На появившейся странице вы видите ссылки к CSS и JavaScript. Просто скопируйте ссылки и перенесите в наш проект. CSS обычно переносится в хедер, то есть мы просто добавляем сюда ссылочку и больше ничего. И копируем JavaScript файлы, переносим их в футер. На данном этапе мы можем вообще закрыть футер и хедер. Так как в папочке Build у нас теперь появились соответствующие ссылки. Давайте быстро пробежимся по тому, что из себя представляет Bootstrap 4. Допустим Components. Обратите внимание, здесь есть все, что необходимо для современного сайта. То есть вот Cards, Карусели, Collapse, Dropboxes, Forms, Input, Group и так далее. Balance, Breadscrumbs, Beige и так далее. В данном случае нас интересует Card. Обратите внимание, Bootstrap предлагает нам использовать класс Card, который предоставляет нам вот такие вот красивые карточки. Карточки любой позиции, либо новостей, либо что угодно зависят от вашей фантазии. Обратите внимание, карты состоят из нескольких блоков. То есть есть верхний материнский элемент, div, с классом Card, а также внутри. Другие дочерние элементы, например, с классами CardBody, CardTitle, CardText, CardImageTop. Также есть CardHeader, если мы найдем. Пустимся чуть ниже и посмотрим. Обратите внимание, CardHeader. То есть все, что нам нужно сейчас, это скопировать какой-нибудь из примеров и расширить его уже с учетом нашей задачи. Скопируем. Один важный нюанс. Bootstrap всегда состоит из двух основных элементов. Это Container и Row. Поэтому обязательно добавьте divы, два divа. Один с классом Container, другой с классом Row. Я буду использовать так называемый синтаксис Emmet. Так называемый помощник Emmet. Контейнер. Emmet помогает мне писать разметку быстрее. В стиле CSS селекторов я могу написать, например, div.row, нажать Tab. И Emmet сгенерит мне разметку. При верстке это очень удобно. Сам проект Emmet находится по адресу Emmet.io. Вы можете перейти сюда и поинтересоваться, что из себя представляет данный проект. Мы же давайте продолжим верстку. Добавим сюда скопированную ранее нами разметку. Для того, чтобы выровнять разметку, нажмите сочетание клавиш Shift, Shift, Alt, F. То, что я сделал сейчас, Visual Studio Code автоматически выровняет мне элементы. Сохраните. Теперь мы можем перейти непосредственно в папочку Build и запустить наш индекс. Отлично. У нас работает наш Bootstrap, так как я вижу соответствующие стили и вижу карту. Но сейчас я не вижу никакой картинки. Для того, чтобы добавить картинку, в процессе верстки можно использовать кучу различных сайтов, которые предоставляют эти картинки в очень удобной манере. Допустим, сайт picksome.forest предоставляет нам вот такие вот ссылочки, которые вы можете вставить в атрибут CRC элемента Image. Давайте сохраним и перейдем в наш пример. Обратите внимание, появилась картинка, которую мы взяли с сайта. Как помните, в нашем примере старом еще есть хедер карты. Хедер, в свою очередь, содержит фотографию и некоторые названия. В Bootstrap 4 есть соответствующий элемент. Он называется Media Object. Media Object. Как видите, Media Object – то, что нам надо. Скопируем эту разметку и вставим в элемент div с классом card header. Здесь, за место CRC, также подставим сюда ссылку из нашего сайта Lorem. Укажем здесь 50. Посмотрим, что получилось. Как видите, хедер добавился, но текста очень много. Я просто скопирую текст и хедер, текст и title из старого примера. То есть, возьму отсюда Adidas, 30 дней и так далее. Вставлю в наш пример. Как видите, то, что надо. Теперь я хочу сделать вот эту вот картинку закругленной, закругленной, а вот эта надпись немного более затемненной. В Bootstrap 4 есть для этого специальные классы. Перейдите в раздел Border. Обратите внимание, что Borders – это утилитарные классы, так называемые утилитарные классы, которые добавили в Bootstrap 4. Они очень удобные, они позволяют нам создавать, например, в данном случае Border, BorderRide, справа BorderBottom и так далее. В нашем случае меня интересует BorderRadius. Обратите внимание, здесь есть класс Rounded, RoundedTop и RoundedCircle, который я хочу использовать в моем примере. Добавим класс RoundedCircle в наш имидж. По поводу утилитарных классов, которые работают над текстом, просто перейдите в пункт «Текст» или наберите в поле «Search». Обратите внимание, что здесь также есть много интересных утилитарных классов. Меня интересует класс Muted. Так, возможно, класс Muted располагается не в тексте. Давайте найдем его в Search. Да, он располагается в утилитарных классах Colors. Обратите внимание, текст Muted делает такой немножко заглушенный текст, более серенького цвета. Добавим сюда в Spun соответствующий класс Muted. Отлично. Далее, футер нашей карточки. Давайте сделаем футер точно так же, как в нашем примере. Для начала я скопирую сюда цену и некоторые названия о доходе. Так, я заменил текст, который был у меня в Card Title и в Card Text. Убрал, конечно же, кнопочку, она нам не нужна. И получился вот такой вот пример. Неплохо. Однако, я бы хотел, чтобы моя карта более четко выделялась на белом фоне. В Bootstrap 4, опять-таки, есть очень классные утилиты, которые работают с тенями. Они так и называются Shadows. Как видите, есть разные варианты. Мы можем описать... Мы можем воспользоваться NoShadow или Shadow None. Также SmallShadow, ShadowSM Small. Ну и так далее. Я воспользуюсь просто Shadow. Теперь моя карта выглядит более отделена от фона. Отлично. Следующим этапом я хочу добавить вот эти вот иконки, лайков, комментариев и машинок. Так, Bootstrap 4 предлагает следующий вариант. Bootstrap 4 отказались от своих встроенных иконок, насколько я понял. И они предлагают использовать внешние сервисы. Например, есть такой хороший сервис, который предоставляет иконки, называется Font Awesome. Перейдем на этот сайт, Font Awesome. Нажмем просто Get Started. И обратите внимание, здесь есть также ссылочка, которую мы можем скопировать и вставить в наш хедер. Сразу после стиля Bootstrap. После таких манипуляций, теперь иконки будут работать в нашей верстке. Пример иконок вы можете посмотреть вот здесь, например. Итак, давайте сделаем это. Я добавлю иконки и покажу вам результат. Итак, я добавил кусочек кода. Давайте посмотрим, что получилось. Как видите, добавил несколько иконок, комментарии, лайки, дизлайки и автомобили. Обратите внимание, я здесь добавил элемент А с классом Cart Link. Это из нашего примера, относящихся к картам. Обратите внимание, здесь есть соответствующий класс, то есть Cart Links. Ну что ж, отлично, карту мы сформировали. Давайте теперь добавим сюда меню. Перейдем на сайт Bootstrap 4. Здесь есть вкладка Examples. Я обычно люблю брать меню отсюда, сразу из Examples, то есть из примера. Допустим, выберем вот этот пример. Здесь мне нравится вот этот вариант меню. Здесь сразу видно, что есть некий контейнер, который ограничивает ширину наших элементов. Давайте его и возьмем. Просмотр кода. Так, элемент Nav. Нажмем по этому элементу правой кнопкой, выберем Edit. Сохраним все. И вставим. И давайте вставим его вот сюда, в наше меню. Сохраним. Отлично, теперь у нас есть меню. Единственное, хотелось бы добавить здесь отступ. Добавим его через утилиты, которые есть в Bootstrap 4. Итак, друзья, давайте перейдем обратно в документацию. Выберем утилитис. Здесь есть очень удобные утилитарные классы, spacing. Они добавляют пространство между нашими элементами, то есть spacing, да, пространство. Мне нравится, что в Bootstrap 4 они сделали специальные классы, то есть ppadding, margin и так далее. Нам теперь не нужно писать все эти margin и padding в CSS стилях. Мы ограничиваем все это написанием только HTML разметки и добавлением туда соответствующих классов. В данном случае меня интересует отступ от моей менюшки. В самой менюшке я добавлю margin, bottom, допустим 4. И, как мы видим, появился отступ наверху, что меня, в принципе, устраивает. Теперь давайте добавим наш фильтр. Точно такой же фильтр, который был у нас в примере, в старом примере на Bootstrap 3. Я сделаю следующее. Я просто возьму отсюда разметку. Так как Bootstrap 4 частично совместим с третьим, Обратите внимание, что в моем примере есть также row и есть также column, то есть call, latch. Я скопирую, скорее всего, вот эту всю форму. И теперь давайте добавим нашу разметку. FileIndex. Прямо над контейнером. Только единственное, нужно добавить контейнер. Я удалю форму, потому что она будет, насколько я знаю, ломать нашу разметку, так как row должен быть сразу же после контейнера. Можно было, конечно, класс row поместить в форм, но оставим так. Так, сохраним. Посмотрим, что получилось. Отлично. У нас есть соответствующий фильтр. Единственное, здесь какой-то некрасивый отступ. Так, это связано с тем, что наши карты сейчас находятся в элементе row, но не имеют дочернего имя элемента column, который, в принципе, предполагается. После row им нужно вкладывать сюда колонки. То есть row – это у нас строки, а columns – это колонки. Давайте добавим сюда какую-нибудь одну колонку пока что. Заключим нашу карточку в эти колонки. Так. Отлично. Наши карты выровнялись по левому краю, но они все еще выглядят не очень красиво. То есть мы видим, что наш фильтр, наш вот этот компонент фильтра по ширине не совпадает с нашей картой. Это связано с тем, что у нас с вами стоит, во-первых, ограничение width, ширина. Это ограничение нужно убрать. Но если мы с вами уберем ограничение, то наша карта расплющится во всей ширине. Чтобы это избежать, у Bootstrap в разделе Cards давайте посмотрим, как можно объединить эти карты в одну группу. То есть если мы в самый низ с вами проскролим страницу, мы видим, что у нас есть несколько вариантов, как можно объединить карты. То есть есть, например, класс Cardag. То есть, опять-таки, за место columns можно поставить Cardag. Либо вот такой вариант, обратите внимание, Card columns. Казалось бы, если мы посмотрим, например, это именно то, что мы ищем. Потому что, во-первых, карточки сортируются по вертикали и по горизонтали. То есть они друг к другу очень близко примыкают. Но здесь есть один нюанс, который портит всю нашу малину. Дело в том, что вот эта карта первая, а вот эта карта вторая. Тогда как вот эта третья, эта четвертая, вот эта пятая, потом идет шестая, ну вот шестая, седьмая и восьмая. То есть они располагаются по вертикали, а не по горизонтали. То есть нас интересует горизонтальное расположение. Так как у нас будет фильтр по новым объявлениям, по старым объявлениям. Поэтому лучше, если бы наши карты были расположены по вертикали. Поэтому я просто прибегну к старой практике, добавлю обычную колонечную систему. То есть вот здесь вот после row добавим несколько, три колонки. Column. Выберем middle, 4 умножить на 3. То есть вот такие вот колонки. И в каждую из этих колонок я добавлю по элементу карты. Давайте посмотрим. Итак, обратите внимание, я добавил внутри наших элементов column.middle.4 те же самые элементы card, которые мы делали. Только не забудьте удалить styles, которые здесь были до этого. Изменил разрешение картинки в каждой карточке. То есть сделал разные здесь размеры. И у нас получилась вот такая вот картинка. То есть мы видим, что теперь все ровненько. Единственное, что если я добавлю еще, допустим, еще три колонки. Прям давайте свернем вот так вот, чтобы было читабельно. И вот здесь добавлю еще раз колонки, скопировав предварительно, естественно. У нас получится шесть элементов. Но, как видите, здесь есть отступы по вертикали. Это то, что мы хотим избежать с помощью плагина, javascript плагина Masonry. То есть если вы перейдете на соответствующий сайт, masonry, desandro.com, мы видим, что этот плагин позволяет выравнивать соответствующие плиточки. Что ж, мы воспользуемся этим плагином. Точно так же, как у нас был реализован этот плагин в нашем старом примере. То есть вот он, да, мы видим. Но мы это сделаем уже при натягивании шаблона, вот этого шаблона на наш javascript framework. А сейчас я просто удалю вот эти три колонки, чтобы не портить общий вид. И добавлю пагинацию. Так, вернем. Для начала вернем три колонки. Вот таким образом. И добавим пагинацию. Пагинация. От слова page, то есть страница. Пагинация. По-английски читается как pagination, по-русски обычно ее читают как погинация. Здесь есть вариант погинации. Вы можете просто скачать, да, и его, то есть копировать и вставить в свой шаблон. Но я вот хочу найти именно большой вариант погинации. Давайте прям возьмем вот этот вот код, разметку. И вставим уже непосредственно, скорее всего, так же. Добавим сюда еще один контейнер. Контейнер. Также добавим сюда row и какую-нибудь колонку. Обычную стандартную колонку. Вот таким вот образом. Так, вот отлично. У нас теперь есть пагинация в самом низу. Опять-таки, футер я в данном примере не хочу делать, да, но вы можете добавить. Возможно, отдельно мы это сделаем как-нибудь для красоты. Но в любом случае, есть у нас pagination, есть у нас теперь фильтр. Кстати, я бы хотел добавить сюда отступы еще. А вы как думаете, стоит добавлять отступы или нет? На мой взгляд, смотрится не очень красиво, поэтому давайте добавим отступы самому фильтру. Он у нас находится в файле index.html. Контейнер. Так, давайте попробуем добавить сюда в контейнер. Margin bottom. 3. Вот так, отлично. Теперь смотрится поровнее. Ну что ж, то же самое можно сделать и нашей пагинации. Добавим сюда Margin top 3 и Margin bottom 3. Ну что ж, все отлично. Теперь давайте перейдем к верстке остальных наших страниц.